Землетрясение – одно из страшных природных явлений. Предсказать это стихийное бедствие можно, правда, реален лишь среднесрочный и долгосрочный прогноз. А вот спрогнозировать подземные толчки на завтра все так же невозможно. Не научиться этому еще долгое время, говорят сами ученые. Но достижения в области исследования сейсмичности есть и немалые. Для Кавказского региона, и в частности Кубани, важно каждое продвижение специалистов в этом вопросе. Краснодарский край является одним из сейсмически опасных регионов России. Еженедельный прогноз и анализ сейсмостойкости здесь в период проведения Олимпиады проводил Институт физики Земли Российской Академии Наук. Сейчас нет активизации, имеется в виду Кавказ. Но, тем не менее, заметные события случаются. И вот именно прогнозирование их в таком среднесрочном, долгосрочном аспекте – это задача как раз наших служб. Мы по некоторому проекту, который нам поручил МЧС, сделали для Большого Кавказа, для Северокавказского региона, новую карту оценки сейсмической опасности. Она очень детальная, гораздо более детальная, чем общее сейсмическое районирование. И она дифференцированная. И, в принципе, она понижает уровень сейсмической опасности для Кавказского региона. Среди достижений российских ученых и увеличение на Кавказе сейсмической сети, благодаря которой здесь регулярно фиксируются землетрясения с магнитудой 3,5 балла, что раньше было невозможно. В целом, в Кавказском регионе уже нет 10-бальной зоны, сократилась и зона 9-бальная. Сам же Сочи сейчас перешел в 8-бальную зону, отмечают ученые Института физики Земли. Проходит же международная конференция на базе Сочинского госуниверситета. И наряду с ведущими учеными страны, участие в обсуждении сейсмоопасности принимают и ученые СГУ, которые решают не только теоретически, но и практические вопросы, связанные с усилением сейсмической защиты зданий. Черноморский регион весь является сейсмической опасной зоной, поэтому вопросы, связанные с прогнозированием землетрясения, с мониторингом сейсмической активности, с разработкой прикладных решений, которые позволили бы минимизировать ущерб в случае землетрясения, Это сейчас мировой тренд, это сейчас то направление, которое необходимо прежде всего развивать. Помощь в краткосрочном прогнозировании землетрясений могут оказать геодезическая и космическая сеть, подчеркивают сейсмологи. Имеется в виду GPS и GLONASS. Такая система наблюдения помогает конкретизировать сейсмоопасность, что важно при строительстве. Все идеи будут применены в научной деятельности специалистов. Результатами и открытиями участники конференции обещают поделиться со всеми коллегами. Галина Моисеева, Ингагабеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.